Экономика Некоторые из участников уверены, что Азия – единственный правильный путь развития. Поворот на восток – это политический выбор. Во-вторых, азиатские страны растут намного быстрее, чем мировая экономика в целом. И регулирование экономического роста – это очень важная проблема для России. Россия должна многому научиться у азиатских стран. Очевидно одно – азиатские показатели поражают и заставляют задуматься. В чем заключается секрет их эффективности? Однозначно сказать сложно. Анализируя китайскую экономику, Владимир Протяков, заместитель директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, подчеркивает несколько причин. Во-первых, и это важно, умение и желание трудиться, характерное для азиатов. Вторая причина – сохранившийся с дальних времен упор на внутреннюю политику. И, наконец, последнее – грамотное выстраивание дипломатических отношений со странами-партнерами и отстаивание собственных интересов. Поэтому создание лаборатории азиатских экономических исследований в СПБГУ стало не менее важной темой дискуссии на этой встрече. Университетская площадка, которая объединяет студентов разных стран под эгидой науки и при этом предоставляет все необходимое – от помещения до оборудования – в этом смысле уникально. В нашем университете есть огромные традиции классических исследований азиатской филологии, азиатской истории. Мы хотим продолжать эти традиции, но выйти на современность, изучать не только историю, но и современные процессы, которые протекают в экономике. Поэтому мы считаем, что наша лаборатория имеет большое будущее. Обмен знаниями и идеями между студентами всегда идет на пользу науке. Вместе проще совершать открытия. Лидер Института глобальных исследований Кэнон Категава Дайсуки считает, что подобные встречи помогают найти необходимые в дальнейшей работе контакты и зарекомендовать себя. Самая важная вещь заключается в том, что мы должны узнать и познакомиться с влиятельными людьми из азиатских стран, а затем поддерживать с ними связь через интернет или другими способами. Сегодня очень важно понять особенность азиатского бизнеса, что будет очень важно для будущего России. Вместе с тем, гость уверен, что рассматривать экономику отдельно от главных политических изменений неправильно. Кстати, его доклад, посвященный возможным изменениям в мировой экономике после прихода Трампа, стал финальным аккордом дискуссии. Специалист отмечает, что вектор развития смещен в сторону белых рабочих. А это, в свою очередь, не вяжется с процессами интеграции азиатских стран на европейский рынок. Тема отношений с прессой и другими масс-медиа тоже важна. Никто не сможет перекричать президента в информационном поле. И что с этим делать – большой вопрос, который нужно будет решать. Илья Каминский, Денис Осин, телеканал «Мост».